Ход реализации программы социальной газификации, в рамках которой газопроводы до границ земельных участков подводятся бесплатно для потребителей, и задачи, которые стоят перед главами муниципалитетов Кашхабльского и Шовгеновского районов, обсудили на выездном заседании. Мероприятие прошло в зале детской школы искусства Лакашхабль под руководством председателя Госсовета ХАС и Республики Адыгея Владимира Наружного. В работе заседания приняли участие его заместители Мухаммед Ашев и Эдуард Сеев, министр экономического развития и торговли Республики Заур Шиуджен, генеральный директор акционерного общества «Газпром» газораспределения «Майкоп» Аслан Никутич, глава Кашхабльского района Заур Хамирзов, руководитель муниципального образования «Шовгеновский район» Рашид Аутлев, депутаты регионального парламента и районных СНД, представители профильных министерств и ведомств, руководители и специалисты Кашхабльского и Шовгеновского районов. Открывая совещание, Владимир Наружный отметил, что реализация президентской программы находится на особом контроле у главы республики, а также депутатского корпуса Адыгеи, поскольку повышение уровня доступности газа для жителей республики – важнейшая социальная задача, от которой напрямую зависит как устойчивое развитие населенных пунктов, так и развитие региона в целом. По поручению президента Российской Федерации, программу социальной газификации сделали бессрочной. Льготные категории граждан могут вернуть до 100 тысяч рублей, затраченные на проектирование и подключение сети, строительство внутреннего газопровода, приобретение, установку оборудования и прибора учета. Присутствующие акцентировали внимание на устранении выявленных в ходе реализации проекта проблемных вопросов, в числе которых необходимость актуализации плана графика, оказание газовыми службами консультационной помощи по информированию населения о социальной газификации, критериях и документах, необходимых для включения домовладения в указанную программу. Участники совещания с удовлетворением отметили позитивные результаты, проведенные в муниципалитетах работы. Кашхабрский район, являясь лидером по обеспеченности газом, показал уровень социальной газификации 80%. Число заявок на социальную догазификацию в муниципалитете на сегодня достигло 500 единиц, в том числе 17 человек льготных категорий граждан. Парламентарии акцентировали внимание на необходимость усиления информационной работы с населением, в том числе в форме подворовых обходов. Отмечено также, что дополнительным фактором активизации заявочной кампании может послужить значительное снижение стоимости составления проектной документации. Чтобы сделать газификацию еще более доступной, Газпром газораспределение «Майкоп» инициировал снижение стоимости проектных и строительно-монтажных работ, выполняемых за счет заявителя. Благодаря этому затраты населения при газификации домовладения сокращаются на 30%, отметил Аслан Якутич. Специально, чтобы инициировать эту программу, поддержать темпы для программы, мы пошли на то, что на законодательном уровне, через постановление региональной комиссии, утвердились снижение всех ставок, которые у нас есть. Значит, проект у нас стоит 7800, стоил он еще в начале года 18 тысяч рублей. И, значит, самая СМР, стоимость СМР без учета оборудования, снижена более чем на 30%. На заседание особое внимание было уделено обеспечению безаварийной поставки газа потребителям района. Гражданам необходимо заключить договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 549, поставщик газа не имеет права поставлять природный газ на оборудование, которое не проходило техническое обслуживание. Одно из условий готовности к осенне-зимнему периоду является то, что мы были именно квартирные дома, мы уже имели договоры на первую квартиру. Особенно у нас проблема в Кашкабинском районе. У нас огромное количество квартирных домов на сегодняшний день, не имеющих договора на техническое обслуживание внутридомового оборудования имущества. Это касается, в принципе, Кашкабинского района и Шерненовского района. Я прошу, как бы, это вопрос учесть, и, по-моему, это срочное вопросное усилие. Также у нас есть бюджетная организация, которая просрочена, в узел-узы просрочены или, в узел-узы, выходит в узел-учек. Как только начнется отопительный сезон, он включен газ, сезонный, переключен сезонное употребление, начнется начисление по норме. И это приведет только к усилению давления на бюджет. Нужно будет по нормативе, а не по щечку. В повестке совещания также значились вопросы санитарного состояния территории, их защиты от сорной растительности, коснулись текущей пожароопасной обстановки в регионе. Продолжение следует...